здравствуйте друзья приветствую вас на бесконечном лете вдаль уносилась узкая дорога через поле сразу я с места в обрыв та самая из моего сна наверное очень далеко от дома и дело даже не в том что вчера была зима и сейчас самое что ни на есть лето дело в окружающей природе конечно летом обычно так и есть зеленая жарко но тут все какое-то не такое как в реальной жизни словно сошедшая с картин русских пейзажистов 19 века трава слишком усочная кусты не такие какими должны быть кусты пышные свой с них ничего не разглядеть как кроны деревьев ей богу а уж сами деревья до леса было довольно далеко но казалось что они замкнулись свои стройные ряды только ждут приказа чтобы начать наступление на поля и степи я дышался и посмотрел на автобус почти скрывшийся из виду неплохо пробежался страх накатил с новой силой и эти лэп вы только посмотрите на них значит тут есть люди хотя что это значит ведь ровным счетом ничего почему в аду не может быть линий электропередач да может и кузнечкам нужна электропередача жарить грешников на угле прошлый век похоже я дошел до той точки невозвращения когда надо было уже сходить с ума либо все-таки пытаться понять что происходит и пока еще есть возможность стоит выбрать второй вариант я настоятельно советую я медленно направился назад к автобусу конечно страшно но вряд ли я найду разгадку в полях и лесах а это чертово ведро с гайками единственное что хоть как-то связывало меня с реальным миром совенок надо осмотреть местность повнимательнее кирпичная ограда с воротами на которым красовалась надпись совенок по бокам статуи пионеров а рядом на вывеске номер маршрута 410 сегодня рейс что-то затянулся усмехнулся я человек попав в экстремальную ситуацию никогда не начинает вести себя неадекватно возможно сейчас со мной происходит что-то подобное место оказалось совсем незаброшенным ворота не заржавели кладка не осыпалась совенок что может так называться судя по статуям пионеров наверно детский лагерь причем лагерь действующий естественно самое простое объяснение как всегда ничегошенький не объясняет незнакомка изменившийся автобус лето пионерлагерь куда катится мир в голове за долю секунды пронеслась тысячи теорий от похищения инопланетянами до литургического сна от галлюцинации до сдвига пространства и времени ни одна из них не была хуже другой но остановиться на какой-то одной было попросту невозможно тут меня осенило попробую позвонить я достал мобильник и набрал первый попавшийся номер из телефонной книги однако вместо палочек приема на экране горел жирный крест ладно возможно в такой глуши нет связи но не попал же я сюда один автобусы ведь сами по себе не ездят я обошел его со всех сторон и убедился что это не галлюцинация комья грязи на днище кое-где видневшаяся ржавчина выцвешая краска и потертая резина нет это определенно самый обычный а карус да именно такие тебя возят непонятно куда если нечаянно заснешь у меня вырвался нервный смешок именно вырвался сам по себе непроизвольно ведь не место и не время шутить но где же тогда водитель я осторожно присел на бордюр рядом с автобусом и принялся ждать хватило меня ненадолго кажется волнение достигло пика я потихоньку начал сходить с ума наверное в подобной ситуации любой человек испытывал бы что-то подобное инопланетяне параллельной реальности покинули мое воображение остались лишь пустота и мрак неужели все так и закончится моя жизнь закончится ведь я столько всего хотел сделать столько не успел меня хватило уверенность что это конец но почему это несправедливо неужели я хуже других господи что за слезы нестерпимо жгли глаза я свернулся калачиком и начал кататься по траве за что почему почему я на мои крики слышали лишь безмолвные статуи пионеров да сидящие на дереве птица которая точно взмахнула крыльями и улетела прокричав что-то на своем на птичьем словно посмеиваясь над идиотом посмевшим нарушить ее послеобеденный сон я окончательно захлебнулся рыданиями и просто тихо лежал изредка поскуливая через несколько минут удалось все таки взять себя в руки в голове немного прояснилось и ужас и страх смерти если не отпустили то как будто сделали передышку в конце концов если бы меня хотели убить зачем все это на опыт и тоже не похоже если это какое-то чудовищное совпадение то возможно она не таит себе угрозы как бы там ни было пока что кажется нет никакой опасности вскоре паника прошла конечно в бой в висках и дрожание рук никуда не исчезли но теперь по крайней мере я мог рассуждать здраво сейчас от меня все равно ничего не зависит поэтому сколько ни думай не накручивай себя от этого станет только хуже пока не появится какие-нибудь факты строить догадки не стоит в любом случае околачиваясь здесь ничего не узнать судя по всему это лагерь если это конечно лагерь единственное место где могли быть люди поэтому я решил пойти туда и уже почти дошел до ворот как оттуда выглянула девочка пионерской форме логика меня не подвела впрочем пионерская форма двадцать первом веке впрочем девочки здесь я застыл на месте и не в силах сделать ни шагу очень хотелось убежать но она такая красивая подальше отсюда подальше от этого автобуса ворот стату и подальше от этой чертовой птицы с ее сестой просто бежать бежать свободно словно ветер бежать все быстрее маша рукой полетающим мимо планетам подмигивая галактикам бежать став лучом пульсары превратившись в реликтовое излучение бежать навстречу неизвестности бежать куда угодно но подальше отсюда тем временем девочка подошла ближе и улыбнулась ее красоту я не смог не отметить даже трясайся страха человеческие инстинкты работают вопреки сознанию если только пять процентов мозга отвечают за мыслительную деятельность то остальные 90 всегда заняты поддержанием жизнедеятельности в том числе обеспечивают стабильное функционирование гормональной системы бинго мне так мучительно хотелось быть проще не думать протокольными фразами из большой советской энциклопедии но мысли появились в мозгу одна за одной глупые неуместные словно выдернутые из внутреннего монолог героя дренового детективчика мягком переплете приятное славянское лицо длинные косы похоже на две толстые охапки свежескошенного сена и голубые глаза которых казалось можно утонуть привет ты наверно только что приехал конечно за тобой детка ну да что же добро пожаловать она широко улыбнулась странно на передо мной как будто совершенно обычная девочка где она спрятала свои щупальца эх не стоило вообще сюда возвращаться лучше уж в леса в поля но что делать дальше пытаясь общаться с ней как с человеком бежать или еще что-то в голове невыносимо стучала кровь разрывая изнутри еще немного и бедную пионерку забрызгает невриятным содержимым моей черепной коробки что смешного девочка кинула меня взглядом по спине побежали мурашки задрожали колени ничего ну и славно славно что тут может быть славного внезапно захотелось плюнуть на все забыть о стоящем сзади автобусе вчерашней зиме и будущем лете скинуть соточный свитер и просто поверить что все это на самом деле что так и должно быть что все это в конце концов к лучшему а ты наверное знаешь теперь к вожатой надо она все расскажет смотри сейчас идешь прямо прямо доходишь до площади затем налево дальше идут домики она показала в сторону ворот как будто я знал что за ними ну спросишь у кого-нибудь где домик ольги дмитриевны у ольга дмитриевна я все понял естественно ничего не понял а мне пора девочка помахала мне рукой и скрылась за воротами казалось что я для нее что-то такое нормальное и весь этот цирк с автобусом путешествием во сне и наяву волнуют только меня а здесь все так и должно быть вожатая пионерская форма они что здесь устроили историческую реконструкцию надеюсь на этой площади я не увижу ленина на броневике хотя сейчас меня и это не удивит постояв немного я направился в лагерь буквально через пятьдесят метров слева словно из земли выросло небольшое одноэтажное здание вывеска рядом с дверью гласила клубы я уже было собирался подойти ближе ау как вдруг открылась дверь оттуда вышла невысокая девочка в пионерской форме о да на ее красивом лице как мне показалось муки за судьбы всего человечества смешались прямо таки с вселенской грустью увидев меня девочка замерла будто бы от испуга я застыл на месте думая как лучше поступить подойти первым или подождать пока она сама проявит инициативу или все же бежать хотя именно этот вариант подкидывал постоянно лишь инстинкт самосохранения или по крайней мере хотелось так думать не самый плохой человеческий инстинкт но все же далеко не самый логичный сыграем в партию в покер детективными способами и результат был бы известен заранее а вот как раз эти способности или некие жалобные подобия подсказывали что эту девочку бояться не стоит по у неожиданно соседки хустов девочка в ярко-красной футболке с надписью как точно соблюден антураж эпохи издалека она казалась совсем маленькой и наверное по возрасту была младше и той пионерки ворот и этой на пороге клубов я собрался все-таки подойти как вдруг ссср так я мысленно прозвал ее подскочила к первой девочки начала что-то говорить при этом яроста разбахивая руками также в свою очередь смутилась потупила взгляд и ничего не ответила я бы наверное так и наблюдал их занимательный диалог диалог но ссср вдруг достала что-то из кармана начала трясти этим перед лицом первой девочки это оказался кузнечик ха 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 забежала первая девочка не видимо она не очень любила насекомых так как моментально убежала в сторону где по идее ленин когда-то читал речь о свершившейся рабочей крестьянской революции ну то есть сторону площади ссср посмотрела на меня хитро улыбнулась и бросилась за ней неплохое начало дня я совершенно не знаю где я да еще тут какие-то дети играют в пионеров и все это судя по всему за тысячу километров от дома или вообще в другой реальности и ведь реальности то есть все окружающее казалось настолько реальным хоть и несколько пугающим я уже начал иногда забываться а вдруг вся моя жизнь до этого всего лишь сон и что теперь делать я ковырял носком ботинка трещины в плитах которым была вымощена дорожка и бесцельно смотрел на здание клубов еще немного и все-таки придется что-то решать и тут я вспомнил как катался по траве и рыдал меня передернул от отвращения наверно это еще один инстинкт когда все силы на нытье и жалости к себе израсходованный организм либо впадает спячку либо мобилизирует резервы мобилизирует да видимо мой выбрал второй вариант потому что откуда ни возьмись появилась решимость понять что же здесь происходит а для этого необходимо настолько возможности вести себя по-мужски да просто по-человечески не ронять достоинства представителям моего мира я шел по дорожке слева и справа стояли небольшие домики по-видимому жилища местных пионеров местные пионеры ух их маленькая рава и секта кишила по лесам россии ссср в принципе снаружи они выглядели довольно уютно я сам хоть и родился в советском союзе никогда не был ни пионером и даже октябренком и представлял себе быт обычного пионерлагеря несколько по-другому огромные бараки с рядами железных коек подъем в шесть утра по сиесте одна минута на то чтобы заправить кровать затем построение на плацу стоп или я что-то с чем-то напутаю неожидан удар по спине я пошатнулся но стоял на ногах развернулся уже приготовился стать героем спасая свою жизнь но передо мной стояла всего лишь еще одна девочка от удивления открыл рот челюсть с пола подними я закрыл рот тоже пионерская форма только на ней она сидела скажем так вызывающе как и все предыдущие девочки которые я встретил здесь это была весьма симпатичной но слишком надменного выражения на ее лице сразу отбил у меня всякое желание познакомиться поближе новенький значит ладно видимся она грозно стрельнула в меня глазами и прошла мимо похоже он один тут мужчина поэтому на него все так смотрят я подождал пока пионерка скроется за поворотом мало ли что она еще могла выкинуть самое интересное что даже эта враждебная девочка показалась мне совершенно нормальной в ней не ощущалось какой-либо смертельной опасности разве что страх получить по носу вот ты ленин и так я все-таки добрался до площади там написано генда ленина с броновиком там не оказалось хотя после всего случившегося подобного вполне можно было ожидать зато в центр возвышался память неизвестному товарищу наверно какой-то партийный деятель по бокам стояли скамейки довольно уютненько куда же мне сказала идти та девочка налево или направо налево направо налево направо и зачем я вообще тут иду ах да я же решил казаться нормальным значит направо через небольшой проселок я вышел на пристань наверно не туда свернул ой так тебе не сюда я обернулся на голос вау передо мной стояла та первая девочка я же тебе сказала повернуть налево на площадь а ты куда пошел пионерская форма на ней сменилась на купальник ой я так и не представилась меня славя зовут вообще полными славяна но все меня слави и зовут и ты тоже зови а да я все еще был несколько растерян так что на более смысленные ответы меня не хватало а а тебя казалось ее взгляд пронизывает меня насквозь а я а я семён очень приятно семён ладно я уже заканчиваю ты подожди меня тут минуточку сейчас переоденусь и вместе пойдем к ольге дмитриевне хорошо хорошо после этих слов она куда-то убежала а я сел на мостик и свесил ноги в воду на мне были темные зимние ботинки но в такую погоду промочить ноги не страшно более того это хоть немного меня охладила смотря на реку я размышлял о происходящем если это что-то вроде тайного заговора то он довольно странный а местами дужелюбный через чур нет это все больше похоже на случайность какую-то очень непонятную случайность пошли рядом со мной стояла славя вновь одетая в пионерскую форму пошли в этом лагере я совсем недолго но и всех встреченных она вызывает наименьшее подозрение хотя сам этот факт уже подозрительно мы вышли на площадь по ней вдруг за другом бегали ссср и девочка ударившая меня по спине это у них игра что ли такая ульяна хватит бегать я все ольге дмитриевне расскажу есть граждан начальник я решил не расспрашивать до поры до времени славю о происходящем о местных обитателях лучше сначала добраться до этой таинственной ольги дмитриевной она у них главное вроде бы главный шейх мы шли сквозь ряды почти одинаковых строений некоторые из которых напоминали пузатые пивные бочки а иные хозяйственные сараи наконец славя остановилась перед небольшим одноэтажным домиком словно картина художника высвешившие местами облупившиеся от старости краска сверкала на солнце при открытые ставни еле заметно качались на ветру а по краям росли огромные кусты сирени казалось что это ветхая хижина словно утопает в пурпурном бархатном шторме а сирень как стихия неотвратимо уничтожает жилище вожатой что стоишь пойдем славя вывела меня из раздумий и и хватит издеваться над леной вот у меня ж мурашки по спине пробежали реной кажется в домике кто-то есть и точно через мгновение дверь распахнулась оттуда выбежала ульяна и пронеслась мимо все также хитро улыбаясь за ней вышла девочка с хвостиками лена не обижайся ты на нее значит ее зовут лена ну не рена и на том спасибо да я не она не закончила фразу покраснела и быстрыми шагами направилась в сторону площади я почему-то захотел обернуться и проводить ее взглядом но славя сказала пойдем мы зашли в домик на этом все друзья надеюсь вам нравится это захватывающая новелла о странном пионерлагере и девочках я не сомневаюсь что нравится если вы это смотрите ставьте лайк раз уж зашли спасибо пока и увидимся в следующем видео пока пока